Здравствуйте, дорогие друзья! Парк культуры и отдыха Загородный рад снова вас приветствовать в нашей творческой мастерской «Золотой ключик». Мы продолжаем снимать для вас мастер-классы, чтобы вы, не выходя из дома, смогли вместе с нами заниматься творчеством. И сегодня мы приготовили для вас вот такую необычную весеннюю подделку, вот такую банку, и здесь у нас прячется тропический красивый жучок. Это необычная подделка, она с секретиком, и с другой стороны у нас есть магнит, поэтому эту подделку можно разместить, например, на холодильнике. Ну что ж, мы готовы, приступим. Для того, чтобы изготовить такую красивую подделку, нам понадобятся следующие материалы. Плотная бумага или белый картон, фломастеры, карандаши, простой карандаш, коричневый карандаш, черные маркеры или фломастеры, гуашь. Цвета можно выбрать любые, у нас сегодня синий, желтый и оранжевый. Нам понадобится трафарет для банки, его изготовить очень просто, мы потом покажем. Ну и еще нам понадобится веревочка или ленточка, например, любая, атласная или любая другая. Также нам понадобится магнит. Мы используем здесь старенький магнит, это был календарик. Можно вырезать или взять с холодильника какой-нибудь уже старый магнитик и его использовать повторно. Если у вас нет магнита, то вы можете сделать эту подделку, например, на веревочке и повесить ее. Также нам понадобится вот такая декоративная бумага. Если у вас нет такой бумаги, то вы можете заменить ее на цветную бумагу или даже сделать самим какую-то аппликацию на бумаге, какой-то рисунок и потом использовать ее для нашей банки. Ну что, начнем. Берем плотную бумагу белую. Промазываем наш бумажный квадрат клеем. Полностью весь лист должен быть промазан. И сверху наклеиваем нашу декоративную бумагу. Ну или ту бумагу, которую вы подготовите. Цветную или может быть даже какой-то рисунок. Хорошенечко прижимаем и оставляем подсохнуть. Ну а теперь мы делаем контур, трафарет нашей банки. Для того, чтобы наша баночка была ровная и красивая, мы складываем пополам лист бумаги. И рисуем половинку нашей банки. Можете сделать любую форму, какая вам нравится. Ну и теперь сложенную нашу бумагу вырезаем. Ну а тем временем наша заготовка подсохла. И мы обводим по трафарету уже на готовой бумаге. Ну и теперь вырезаем. Вот наша баночка готова. И мы ее откладываем на время. Теперь приступаем к самому интересному. Сегодня мы в нашей поделке будем использовать технику монотипи. Эта техника необычная, волшебная. И мы сейчас с помощью нашей краски сделаем фактурный, красивый и очень-очень простой рисунок. Для того, чтобы сделать нашего жучка, нам понадобится вот такой прямоугольный листочек или кусочек картона. Мы складываем его пополам и затем разворачиваем. И теперь с одной стороны наносим плотно, густо нашу гуашь. Можете выбрать любые цвета. Можете наносить так, как вам нравится, хаотично. Но старайтесь, чтобы сильно краска не смешивалась, чтобы цвета оставались насыщенными и не грязными. Старайтесь, чтобы краски было побольше, чтобы она не успела очень быстро высохнуть. И мы смогли ее отпечатать на другой стороне. Ну что ж, теперь мы накладываем сверху в другую сторону. Немножко прижимаем. И разворачиваем. Получается вот такой красивый рисунок. Вы можете или сразу нанести контур, сделать контур бабочки или жучка, или какого-то будущего нашего насекомого. Или потом просто вырезать по готовому рисунку. Оставляем подсохнуть немного. У нас вот уже есть такая готовая высохшая форма. Ну и здесь мы можем или карандашиком нарисовать, какую форму жучка мы хотим вырезать. Рисуем голову. Опять же делаем только половинку. Голову и тельце. Вырезаем. Ну вот, почти наш жучок готов. Посмотрите, какой он красивый. Краска подсохла и появились такие прожилки и какие-то объемные детали. Выглядит очень красиво, естественно и необычно. И теперь прорисовываем детали. Вот такую голову рисуем, глаза. Сделать это можно или маркером, или черным фломастером. Рисунок должен получиться симметричным. Если вы рисуете что-то с одной стороны, то делайте с другой стороны точно так же зеркально. Нашему жучку не хватает только лапок и усиков. Для того, чтобы вырезать лапки и усики, нам понадобится цветная бумага черного цвета. Или если у вас нет цветной бумаги черной, вы можете на белом листочке нарисовать черным фломастером эти усики и вырезать их потом. Отрезаем тоненькие полосочки. Теперь с обратной стороны мы промазали нашего жучка клеем. И приклеиваем лапки. Вот такие длинные они получаются. Сначала, потом мы их немножечко изогнем. Так, по три лапки с каждой стороны внизу. И еще добавим две лапки сверху. И давайте сразу приклеим усики. Они еще в два раза короче. Вот таким уголком. Итак, переворачиваем нашего жучка. Ну и теперь мы изогнем наши лапки в таком хаотичном порядке. Где-то пополам мы делаем изгибы. Делайте аккуратно, чтобы случайно не оторвать лапку, потому что полосочки очень тоненькие. Ну и теперь давайте немножко укоротим наши лапки. Они у нас слишком длинные получились. Вот так. Теперь они похожи на настоящие. Вот так. Вот так. Можно сделать жучка, можно сделать вот такую муху красивую, божью коровку. Все, что захотите. Проявляйте фантазию и творите. Теперь мы возвращаемся к нашей баночке. И пришло время посадить нашего красивого жучка в банку. Вот там он у нас поживет немножко. Приклеиваем жучка на банку. Ну и теперь нам нужно закрепить магнит с другой стороны, чтобы мы могли нашу баночку повесить на холодильник. Промазываем хорошенечко клеем, чтобы магнит держался крепко. И приклеиваем. Осталось добавить детали. Повязываем веревочку или ленточку на горлышко банки. И можно добавить еще несколько штрихов фломастером. Наша поделка готова. Вот такие красивые баночки на магнитах у нас получились. Ну что ж, оставайтесь с нами. Следите за новостями из нашей творческой мастерской. Не болейте. И всем отличного настроения. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!